25 октября 2019 года, в поселке Горный, Забайкальского края, войсковой части 54-160 произошла трагедия, солдат российской армии Рамиль Шемсуддинов, расстрелял своих сослуживцев. Почему солдат взял в руки автомат, что стало причиной? Унижение, издевательство, почему солдаты вынуждены применять оружие, чтобы защитить себя, свою жизнь? Да, можно осудить солдата, так и не разобравшись в причинах, значит не было у солдата иного выхода, чтобы защитить себя. В одном интервью сестра погибшего солдата от издевательств, убитого в российской армии сказала, я за Рамиля, и поступила бы так же, только бы он и брат остался в живых. В этом фильме, мамы погибших солдат расскажут свои истории, истории о своих сыновьях, истерзанных, униженных, доведенных до самоубийства, или убитых своими сослуживцами. Эти парни не поступили как Рамиль, не заявили о себе, ушли тихо никого из обидчиков с собой не прихватив, остались мамы остались со своей болью униженные и оскорбленные. Прослушав эти истории задумываешься, сынок, почему ты не стрелял? Все эти нелюди причастные к гибели замученных солдат продолжают жить, создавать силы и растить детей, навещать своих матерей. У некоторых хватает совести угрожать матерям погибших солдат. Их всех объединяет трагедия со схожей чертой, чьи дети были убиты армией своей родной страны, России. Матери, чьи дети, при тех или иных обстоятельствах, погибли в армии, годами вынуждены добиваться честного расследования обстоятельств гибели своих детей. Не могут они добиться и положенных им выплат и льгот, потеряв детей и здоровье. Матери вынуждены теперь вступить в схватку с государством. Каждая мать, потерявшая сына в теперешнее время, растила его в голодные 90-е годы. Мы сами недоедали каждую кроху детям. В итоге остались к старости без сыновей. Я мечтала, что сын отслужит и вернется домой. Женится, буду внуков нянчить. Теперь кто снег разгребет, кто скорую вызовет, кто воды подаст, кто в магазин сходит. Я инвалид второй группы, спел с имени малкой. Я надеялась, что вырастив сына, не останусь к старости одна. Мы, мамы, рожали, растили, лечили, учили, любили. И для того, чтобы из армии гробу получать, наши судьбы тоже искалечены армией. Ирина Ланге Время отдаляет события. А как бы хотелось победить власть имущих? Галина Шутова Я Орлова Ольга Владиславовна. Являюсь мамой рядового Орлова Владислава Андреевича. 4.02.1999 года рождения. Служившего в воинской части, в исковой части 3526 с 23 ноября 2018 года. 14 сентября 2019 года произошел спарринг между офицером части Чербу Никитой и моим сыном. После чего мой сын был доставлен в госпиталь в состояние комы. Состояние у него было после тяжелой закрытой черепно-мозговой травмы. Состояние с давлением головного мозга, острой субдральной гематомой. Потом ишемический инфаркт в бассейнах обеих передних мозговых артерий. От артерий правой и задней мозговой открытой. Сформирование ишемических очагов в индивальных отделах лобных долю правого таламуса. По частичной атрофии зрительных нервов обеих глазах. Центрального генеза. Прорезь непластичных областей. По заключению комиссии экспертов военной судебно-уставной экспертизы. Если бы Чербу соблюдал, в случае соблюдения извинительного командира, разведывательной роты батальона, боевого обеспечения, восковой части 35-26, старшему лейтенанту Чербу, требования ст. 13, 14, 2, 22, 43, 53, 65, 152, наставлений ст. 245, 254, 266, 267, 271, руководствуясь ст. 335, 342, УВС, ВС РФ, ст. 4, правила спорта имелась возможность предотвратить травмирование родового Орлова, так как последний, исходя из уровня физической подготовки, не должен был допускать к участию в спаррингах, поединках, в вольных боях. Мой сын на данный момент пытается сейчас оформить инвалидность. Сама я тоже являюсь инвалидом, да, правда, третьей группой, но все равно я еле хожу и хожу с палочкой, потому что у меня заменит изобедренный сустав. Сейчас, на данный момент, я готовлюсь тоже к замене, к тотальной замене изобедренного сустава второй ноги. Да, был, прошел суд, но наш суд почему-то постоянно дает им ниже низшего. То есть, Черву осужден по ст. 286, часть 3, пункт В. Мы ему дали 3 года, 3 года и 2 года, то есть, получается, с испытательным сроком на 2 года. То есть, он всего лишь был 2 года условно наказан за то, что мой сын, и у моего сына стоит пластина, замещение 60 мм, 60 квадратных мм стоит пластина в голове. Что ребенок на всю жизнь остался инвалидом. Это надо прекращать в армии. Это невозможно. Почему офицеры позволяют себе бить рядовых? Здравствуйте, меня зовут Бодинова Елена. Мой сын, Бодинов Роман, проходил службу в дивизии Дзержинского, города Балашихи, военная часть 67-71, рота охраны, с 15 ноября 2017 года. С 6 ноября 2018 года был найден повешенным в сушилке для белья. В кармане брюк была найдена предсмертная записка. Наши независимые эксперты подтвердили, что она была написана не моим сыном. Данные факты говорят о том, что воинская часть совершила подлог документов, предоставив следствию поддельные образцы почерка Романа. Следователь. Все это время профессиональный начинал препятствия в раскрытии преступления, а именно убийства моего сына. Было допрошено более 40 свидетелей. Солдаты были все запуганы. И те на контакт с ними, с родителями, отказывались. Все говорили о том, что кому-то нужно дослужить. Кто-то служит уже по контракту. Дети просто боялись. Если кто-то хотел сказать правду, пытались сказать правду, говоря о следствии, вечером их поднимали, даже ночью их поднимали с кровати и избивали. Записи видеокамер отсутствуют. То есть основной доказательной базы у нас нет. Также было установлено, что мой сын находился в подчинении командира 1-й роты охраны военной части 67-71 честных Максима Геннадьевича. Он занимал довольно важную и ответственную должность. Он был командиром роты. Последние полгода жизни моего сына он сделал просто невыносимыми. Он всяческим образом издевался над ним. Также позволял издеваться над ним и другим своим подчиненным. Он позволял себе применить физическую силу, морально унижая его. 27 января 2020 года честных был признан виноватом в совершении преступления, предусмотренным пункт А, часть 3, статьи 286 УК РФ. Суд приговорил назначить ему наказание в виде одного года условия без лишения права занимать определенную должность или заниматься определенной деятельностью. За совершение указанного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы от 3 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности. Суд не учел, что у подсудимого было 7 дисциплинарных взысканий и один строгий выговор. Также во время суда подсудимый неоднократно жал руку судье и прокурору и перед каждым судебным заседанием и те отвечали ему взаимным жестом. Я хочу обратиться к вам с просьбой о помощи. Помогите, пожалуйста, начать следствие заново и найти настоящего убийца моего сына. Давайте... Я хочу предотвратить смерть наших детей в воинских частях. Здравствуйте! Меня зовут Журавлева Галина Петровна. Я мама погибшего Журавлева Дмитрия Алексеевича, военнослужащего контрактника воинской части 02511 поселка Кирилловского Ленинградской области. 7 января 2020 года мне сообщили о смерти моего сына. Согласно официальной версии, мой сын, находясь в состоянии алкогольного опьянения, шел по трассе Скандинавия, направляясь в сторону противоположного воинской части, где и был сбит насмерть проезжавшим экскурсионным автобусом в 17 километрах от воинской части. По утверждению военных, мой сын просто заблудился. От удара автобуса его отбросило на расстояние 30 метров. Затылочная часть головы отсутствовала. Ноги были почему-то обернуты в чулки черного цвета, а тело было настолько изуродовано, что представляло собой набор костей, пакованных в целлофановый пакет. Мой сын едва успел закончить срочную службу, а на контракт он успел прослужить менее месяца. Сын жаловался на побору в части, и с него вымогали деньги. Сын был отброшен ударом такой силы, что отлетел на 30 метров, а сенсорный телефон без единой трещинки. И что немаловажно, в нем была удалена его переписка за последние дни. Частично ее удалось восстановить моему среднему сыну, которому в будущее весной предстоит служба в армии. Мне известно о том, что на основании постановления о признании меня потерпевшей, сын должен быть освобожден от призыва в связи с гибелью в армии брата. И вот тут я прошу вас обратить внимание на этот путь. Моего погибшего сына отказываются признавать военнослужащим и отказывают в предоставлении каких-либо документов. Мне была выплачена страховая сумма в размере 2 миллиона 500 тысяч рублей. И предоставлено право обречь на гибель второго, а вслед за ним третьего моих сыновей. Я прошу как можно скорее помочь в признании моего сына Журавлева Дмитрия военнослужащим и в получении постановлений о признании меня потерпевшей по делу о гибели моего сына как военнослужащего. Потому что этот момент для меня сейчас наиболее важен. А после этого я хочу просить в помощи установления обстоятельств гибели моего сына, которому накануне смерти на номер его мобильного телефона поступали угрозы о расправе. Спасибо. Я Ланге Ирина Владимировна. Мать груза 200 в 16-м году. Хочу рассказать историю о смерти моего сына в армии. Ланге Евгений, мой сын, был призван в июне 14-го года. Был признан годность А1. Психологические тестирования все прошел. Врача, психиатра и нарколога прошел. До армии не состоял на учете. И причин обращаться к этим врачам не было. Попал служить в поселок Каменку Выборгского района Ленинградской области. Воинская часть 025-11. Во время срочной службы в марте 15-го года заключил первый контракт с Министерством обороны. При прохождении планового психологического тестирования на ношение оружия от 30-го июня 15-го года у него был выявлен высокий суицидальный риск и ненормальное отклоняющееся от нормы поведения. Результаты этого тестирования были проигнорированы. Мой сын не был направлен на психиатрическое обследование. С ним не было работы психолога. Мой сын продолжил службу по контракту только уже без права ношения оружия. Следующее психологическое тестирование от 24-го ноября подтвердило прошлый результат. И опять психологическое состояние сына было проигнорировано. Никакой помощи оказано не было. Ни психиатрической, ни психологической. Через 3 месяца, в феврале 16-го года, мой сын встроил себе вену. Об этом я узнала, как и обо всем, уже после смерти сына. Из заключения патолога-анатома описание шрамов на руке было очень подробное. 7 шрамов на передней стороне левого предплечья, идущие вдоль вен, длиной 13 см, шириной 4 мм. Ориентировочный срок нанесения ран до 6 месяцев к наступлению смерти. Такие раны при жизни влекут временную нетрудоспособность до 21 дня. Тогда мой сын служил по контракту и проживал в казарме на территории воинской части. В тот момент мой сын нуждался в экстренной госпитализации. Он был опасен сам себе. Но нет, никакой помощи оказано не было. Ни медицинской, ни психологической, ни психиатрической. Первую попытку суицида просто скрыли. Вместо психиатрического обследования была тишина и заключение нового контракта 5 июня 2016 года. Уже на 3 года без проведения обязательного предварительного психологического тестирования. Это тоже нарушение закона. Тем же числом, что и был заключен повторный контракт, моего сына повысили в звании «Ефрейтор». Если проследить все результаты психологических тестирований, то ясно видно, как ухудшалось состояние моего сына. Неудивительно, что 14 августа 2016 года моего сына нашли повешенным на территории тонкодрома. По факту смерти было назначено административное расследование, в котором был найден ряд упущений, нарушений. ряд должностных лиц были наказаны дисциплинарными взысканиями. Также по факту смерти было возбуждено уголовное дело в Выборгском военном следственном отделе. Я не понимаю, что расследовал следователь Ефимович, но уголовное дело было закрыто через 3 месяца с выводами следствия, что в смерти моего сына имуных нет, а причиной смерти стали его собственные дальние действия из-за конфликта с девушкой. Но уже выявленные в части нарушения и упущения следователь не обратил никакого внимания. На должностных лиц, допустивших эти нарушения и упущения, которые повлекли смерть моего сына, возбуждать уголовные дела не стали. С тех пор я добиваюсь честного пересмотра уголовного дела о смерти сына. В марте 2018 года я обратилась к независимому эксперту-психиатру, который дал свое заключение, в котором сказано, что у моего сына во время службы развилось хроническое психическое расстройство, при котором служба в армии в вооруженных силах исключается, а в результате неоднократных психологических обследований результаты должны были послужить поводом для всестороннего обследования, наблюдения и лечения моего сына у врача-психиатра. Дважды я отправляла копии заключения независимого эксперта в выборские военно-следственные отделы с жалобой на неполноту следствия и с просьбой приобщить заключение независимой экспертизы к уголовному делу и на основании ее пересмотреть уголовное дело о смерти сына. Но мне пришли отказы. В июле 2019 года я подала иск в Министерство обороны на возмущение морального вреда. И вот 13 мая этого года был апелляционный суд очередной и мне присудили 100 тысяч морального вреда моим дочерям по 60 тысяч. А мужа, который на нервной почве начал терять стремительно слух из-за смерти сына, ему 15 тысяч. Мне как бы эти деньги я считаю насмешкой и мне не столько важны деньги, сколько именно наказать, я хочу наказать виновных в смерти сына, потому что они продолжают служить. Они точно так же будут служить и вести себя с другими солдатами. Безнаказанность это недопустимо. Сейчас сына у меня нет. Пенсия по потере кормильца мне тоже не полагается, потому что в воинской части 025-11 решили, что смерть моего сына не связана с исполнением им своих служебных обязанностей. Я так не считаю, потому что если бы своевременно была оказана моему сыну какая-либо медицинская помощь, психиатрическая помощь, он бы был жив, но его не соизволили ни обследовать, ни комиссовать вовремя, а вместо этого заключили новый контракт с заведомо с человеком, у которого нестабильная психика, у которого был выявлен высокий суицидальный риск, с ним заключили контракт, и только лишь поэтому из-за того, что был заключен новый контракт, а не оказывалась никакая медицинская помощь, он и умер, потому что нелеченное психиатрическое расстройство, оно имеет свойство прогрессировать, его просто проигнорировали его состояние и довели до смерти. Светлана, мама, погибшая от солдата Станислава Кузюма 8 сентября 2000 года рождения. Мой сын был в Крым в ряды вооруженной всей России в ноябре 2018 года. Попал служить в военной части 9255 города Сурийска. Двух по прибыти в часть его нагласно назначили писарем. Свою дальнейшую жизнь мой сын хотел связать с военной карьерой, поэтому он написал рапорт на имя начальника части с просьбой оставить его учиться в военном академии имени Хрулева. В 2019 году мой сын погиб при исполнении уронской службы. Официальная причина смерти механическая асфиксия. По факту гибели сына было заведено уголовное дело. Установлен виновник старший лейтенант Хомихов. Сот назначил ему наказание 6 лет в колонии строгого режима. Также виновником смерти моего сына является капитан Соборецкий, который видел, что творится под его присмотром с моим сыном, но не принимал никаких мер. В настоящее время расследование уголовного дела по Соборецку не закончено. Мы ждем, когда начнется суд в Сурийске. Помогу только один момент. Мой ребенок призывался на службу вреды Министерством обороны, но почему-то Министерство обороны не хочет брать на себя ответственность из-за моего ребенка и из-за других погибших детей. Они считают, что должны отвечать именно виновники. Но виновник тоже на работу принимал Министерство обороны. И согласно Конституции и Уголовно-процессуальному кодексу вред, причиненный органами власти, в том числе военнослужащими, должен размещаться Министерством обороны. В настоящее время вновь подана касация на решение сарийского военного суда в части признания ответственным по выплате не морального вреда Хомяковым в семье и согласно. Также вновь подана жалоба в Европейский суд по правам человека. Бак Елена, мать погибшего солдата Чербак Максима Сергеевича, который проходил службу в воинской части 34670 Белгородской области Воложского района села Солокин. 27 августа 2019 года сын прибыл в расположение части для прохождения службы. 11 февраля 2020 года я узнала о гибели сына, о том, что мой сын погиб, мне позвонили с полиции города Волуя и сообщили, что мой сын погиб. С воинской части, которой он проходил службу по сей день командование части, со мной не связалась и не объяснила и не показала доказательства, на которые они ссылаются, что это суицид. Я никогда не поверю, что это суицид, что это сын сделал сам собой. А в этом есть много доказательств. Но при расследовании дела, которое было возбуждено спустя месяц после гибели сына 13 марта 2020 года, многие доказательства или скрыты. Максима мы привезли домой. Мы сделали видеосъемку и фотографии тела Максима. Все фотографии и видеосъемку мы предоставили Павловой Елене Николане. Это наш адвокат. В последствии она отправила все фотографии и видеосъемку в независимую омскую экспертизу. Омская экспертиза указала на недостатки Валуйской медэкспертизы. С заключением этого мы ходатайствовали о изгумации тела. Но до сих пор особого ответа нет. Подали несколько жалоб на надея, которая была в жизни сфабрикована. Я мать Шутова Галины Ивановны. Мой сын Шутов Иван был призван в армию 02-12-10-го года в железнодорожные войска в городе Краснодарский. В мае 2011-го был направлен в командировку на учение в Абакан учение Центр 2011-й. 27-го августа 2011-го года сын пропадает, исчезает из Ленинской части. И только в сентябре, 6-го сентября был найден повешен в лесу. Ранее при поисках его на том месте не было. И как он появился загадкой. Ему оставалось до окончания службы 3 месяца. Версия военных суицид, наше убийство. На протяжении этих лет так и не добились справедливого расследования. Уголовное дело было закрыто. Хотя вследствие много нестыковок, много нарушений. Проведены три экспертизы и все они разные. Мою семью военные обливают грязью, счет ожирник. Я проводила пикеты и обращалась во все вышестоящие органы, шля обеют писки. Да, эта система своих не сдает. Доблесть на армию не вернула мне сына и признавать своих ошибок. Нет желания. сына. В 2017 году я доказала, что мой сын погиб при исполнении обязанности военной службы, а ранее его считали как сочи. над сыном издевались два контрактника. Один прошел как свидетель, а второй получил год условно. Год условно загибли сына. Моя борьба продолжается и по сей день. Ваня знала о хищении в госсоем и оружии. Оно продавалось гражданским. Командир после учения был повышен в звании и служил. в генштабе Москвы. В настоящее время ушел на заслуженный отдых. Мне начали не спиться и вот я хочу стих, который мне подсказал сыночек с того света. Эй, вы, командиры, воры, следаки и прокуроры, за нераскрытое уголовное дело, за мою униженную мать, за моё другое солдатское тело, за всё придётся отвечать. Отвечать предстоит перед Богом в вашем обличии и Богом. Нет вам пощады, нет вам прощения, нет вам пощады. Разве вы офицеры? Вы есть ползучие гады. Здравствуйте. Янать Кувайцева Евгения Викторовича зверски убитого в армии 1918 года, который проходил службу в Амурской области в городе Белогорске воинская часть 98-671. 26 января в 2018 года неутом раздался звонок от командира батальона без имени, отчества и фамилии и сообщил мне такую вещь, что мой сын находится в средней тяжести степени головного мозга. Я у него спросила, что случилось, либо моего сына избили или упал. Он говорит, я не знаю, идет разбирательство, дайте, пожалуйста, номера телефонов ваших детей и положил трубку. Пока я дрожащей рукой набирала номера и ему пересылала, я уже понимала, что-то произошло, что-то плохое. Через какое-то время он позвонил моей дочери, расспрашивал о нашем состоянии, о том, что мы имеем, чего мы не имеем, какой у меня доход, была бы у Жени девушка, но, к сожалению, он на мои вопросы ничего не ответил. Через какое-то время он позвонил и сообщил, что Женя находится в госпитале с травмой головы. Произошло якобы самоубийство. Женя сам себя стеблял. Но я, естественно, в это не поверила, мы тоже собрались и поехали в Белогорск, полетели. По прибытии нас встретили военные. Доставили нас в госпиталь. С нами разговаривал Женя лечащий врач. Когда нас провели в госпиталь, господи, я никак и до сих пор не могу поверить, что мой красивый спортивный сын лежал на больничной постели в коме. На левом глазу у него была повязка. Как потом сказал врач, что они его прооперировали и удалили ему левый глаз. Потом они мне объясняли какую-то троекратную пулю. Я своего сына обследовала своими собственными глазами. Моим глазам свидетелей не надо. На обоих ногах от пяток до голени были сплошные синяки черно-багрового цвета. Были ссадины в виде подчёки. На следующий день они надели на ноги гипсы и сказали, что мотивировали тем, что на ноги надели сапожки, чтобы ноги не провисали. У вас находилась в коме и в одном и том же положении, куда они могли провисать. Они просто скрывали следы этих побоев. Были мы в этом заброшенном здании, где якобы Женя совершил самоубийство. там все здание было вычищено, вылизано, даже не то, что вычищено, а вылизанное. было место, где якобы Женя делал вот этот выстрел потом мы разговаривали со следователем, а мы в этом здании нашли три бучка, карту военную, ну, следователь не приобщил к этому делу, он вообще ни одно мое ходатайство не приобщил, сколько описало ходатайство, ни одно ходатайство не приобщил к уголовному делу, мотивируя тем, про эти даже вот бучки, он говорит, ну, допустим, они будут Иванову, Петрову, Сидору, вы что, их будете обвинять? Я говорю, нет, я их не буду обвинять, но вы их будете допрашивать, при каких обстоятельствах они находились в этом здании. Они свежие, ну, он на этот проигнорировал. Отношение было к нам вообще плохое, ни кроме вот этого командира батальона мы никого не видели, с нами ни один военный не разговаривал, никто даже не соизволил попросить прощения, все солдаты были напуганные, они пытались и нас избегать в военной прокуратуре, ну, как говорят, и БК загоняет в угол, они даже курточки свои, они как в сосиску их складывали дрожащими руками, они боялись всех этих последствий, и изначально ребята писали, что это не Женя, что приезжайте, и они не хотели не разбираться, ничего, и следователь все у нас возил заблуждение. Я как считаю, что в госпитале Женю просто тоже добили, потому что он был первый свидетель, и он был совершенно им невыгодный, уже не стал, уже подключался мост на 54%, в последний день, когда я к нему приехал, и на следующий день они мне объявили, что он якобы умер, и я в это не верю, я ничего этого не верю, нет нечестного расследования, нет нечестного суда, ведь это было даже не просто убийство, когда кто-то входит в ярость или в рак, нет, это фактически была спланированная казнь, и эта синичная грязная по своему содержанию с запиской ко мне, к маме, Женя был без грамоти написанием, а записка написанная не имела ни единой ошибки и со всеми знаками припирания, и это даже не его обороты речи, Женя, видимо, не верил до последнего, что не решаться нажать на курок, такое нельзя не забыть, не оставить, не простить, солдата можно убить дважды, один раз физически, второй раз сдавшись в прогресс станцию системы, за его имя или просто позволив забыть, поэтому очень прошу вас посодействовать на мой крик души и помочь добиться честного расследования, я никогда не забуду своего сына, никогда не сдамся, и сколько моих сил есть, до последнего вздоха я буду бороться за своего сына, спасибо до свидания здравствуйте мой сын Игорь Андрозаков проходил военную службу в военской части 54-46 в поселке Бугучар что в Воронежской области эта воинская часть известна серией происшествий всего за год с небольшим там погибли не только мой сын а вывод так и не были сделаны страшное известие получил когда младшему брату Ильдара было всего лишь два месяца сын погиб 29 апреля 2016 года при сопровождении военного груза старший лейтенант и двое сослушивших сына говорили мне что Ильдар заступил в караул в качестве часового места своего не покидал заступил в караул без оружия без одной неровании как же он смог попасть в этот поезд это осталось непонятно мне до сих пор и я конечно не верю что это могло оказаться простой неосторожностью которых в армии отчего-то становится все больше и больше Елена Фронкина с удовлетворяются уважением однако дамы и игоря почти сразу же стали поступать звонки с просьбой выслать денег пугала их регулярность один-два раза в неделю по телефону Игорь рассказывал и родителям и брату о том что в части издеваются и вымогают создать деньги Новобранец говорил родными о том, что командиры были в курсе происходящего, но никаких мер по исправлению ситуации не принимали. А в январе солдат прислал матери смс с просьбой перевести его в другую часть. Родители боялись куда-либо обращаться за помощью, боясь навредить сыну. Но вскоре сына сам передумал, решив перетерпеть. Зная, что сослуживцы отбирают деньги, Игорь решил помочь друзьям, стал принимать поступавшие переводы на свою вторую банковскую карту, о чем позднее узнали старослужащие. Они приявили Игорю претензии, устроить с ним драку и потребовав отдать деньги им. Игорь, однако, умел постоять на себя, и такой наезд с их стороны его не смутил. Накануне трагедии Игорь Фронтен был в хорошем расположении духа, но двигавшейся трагедии, казалось, не предвещало ничто. А 2 июня 2019 года из части родителям пришло сообщение от замполитой части Гриценко, сообщившего родным о смерти сына. Офицер, который был родителем и представителем КСМ в часть, в разговоре с ночмедом, который встретился им на пути, случайно проговорился ему о том, как долго им пришлось провозиться с солдатом, гримируя его тело и замазывая следы избиений. Так они избавляли себя от обвинения в убийстве солдата. Имя этого офицера Гриценко, замполит. Мама погибшего в Алиске Ильи Кудрявцева не смогла записать историю своего сына, поэтому от ее имени сегодня это сделаю я. Илья после завершения срочной службы подписал контракт. В Алиске в этот период орудовала преступная группировка, члены которой вымогали деньги с военных, заставляя их оформлять на себя кредиты и все время повышая проценты, создавая раз за разом ситуацию, при которой погашение кредитов становится невозможным, а поле для шантажа становится необъятным. Илье начали поступать угрозы. Они перешли в побои с нанесением ножевых ранений. Илья был вынужден взять дополнительный кредит, чтобы покосить предыдущий. Илья погибает на следующий день, после того, как новый кредит был оформлен. По делу банды Пигарева, о которой в то время часто писали СМИ, было арестовано 11 человек. Впрочем, это не помешало кредиторам шантажировать убитую горе мать, заставляя выплачивать долги сына через суд. Кроме того, мать уже в течение нескольких ряда лет не может добиться положенных законов выплат в связи с потерей сына. Мама погибшего солдата вынуждена воспитывать младшую дочь в одиночестве, сестренку Ильи, которой на момент смерти брата было всего 5 лет. Сейчас ей 10 лет. Саша Круглев служил по контракту в Армении. Там же познакомился и подружился с Женей Черновым. Ребята вместе жили на съемной квартире, вместе планировали перевестись и продолжить службу уже в Кемеровской области. На побывку друзья тоже собирались вместе. Женя написал отцу, что сначала поедет на родину товарища. Трагедия произошла на полигоне. Официальная версия гласит, что Саша по неосторожности застрелил своего товарища, испугавшись одеянного, двумя выстрелами из автомата покончил с собой. Между тем, сослуживцы погибших утверждали, не просто так погибли мальчишки. В них стрелял офицер. Перед происшествием ребята были веселы. Трагедии ничто не предвещало. По просьбе нам Салмы Долговой расскажу о ее сыне Сергее. Сергей Долгов служил и погиб на Сахалине. Проживал на квартире вместе с несколькими своими сослуживцами. Согласно комплексной посмертной психолого-психиатрической экспертизе, Сергей покончил с собой, не выдержав груза ответственности за близких родственников, то есть за маму, за своих братьев и сестер. Семья, где вырос Сергей Долгов, была многодетной. Сам он был старшим сыном. Мать просто обвинили в том, что она постоянно, якобы, просила помощи, что он имел ряд долговых обязательств, что он переживал из-за конфликта с девушкой. И в то же время военные утверждают, что проблем на службе у ее сына не было. И следует отметить еще один интересный факт. Почти все свидетели, допрошенные по делу о его гибели, все как один характеризуют Сергея Долгова как человека крайне замкнутого, неразговорчивого, что, заметьте, крайне противоречиво для ребенка, который вырос в многодетной семье. Он и правда был не таким, каким его охарактеризовали свидетели. Кстати, все они подчеркивали в своих свидетельских показаниях, что с Сергеем их связывали исключительно служебные отношения. Так кто же кому лжет? И зачем это делает? Историю гибели Ивана Людоговского я расскажу словами его мамы, Лидии, которой очень больно говорить о сыне. Мой сын Иван Людоговский умер в Севастополе от ранений, полученных во время швартовки кранового сукогруза Вологда-50, перевозившего военную технику и боеприпасы в Сирии. В справке о смерти указаны отек головного мозга, перелом костей, сводочек и основание черепа, открытая черепно-мозговая травма, удар падающим предметом. Согласно заключению экспертизы, падающим предметом, причинившим сыну смертельное ранение, оказался соскочивший с ролика стальной трос, который разрушился просто от времени. Как и вся конструкция, как весь корабль, на котором ушел последнее плавание мой сын, сразу после происшествия военные покинули порт, удрав словно трусы, даже не стали пополнять запасы продовольствия и воды. Бросили умирать сына в больнице. Среди команды кто-то стал распространять слух о том, будто сын был нетрезв во время швартовки. Конечно, эта версия была им удобной, ведь она освобождала их от ответственности уголовной. Но есть еще и моральная. Люди, задумайтесь, нужна ли вам такая армия, где солдат бросит своего товарища умирать и, удирая, спасая свою шкуру от ответственности, станет очернять память погибшего? К слову, судмедэкспертиза подтвердила, что в крови моего сына не было признаков алкоголя. Он не был пьян, как это повреждали лжесвидетели. Хоронила сына я за собственный счет. Военкомат отказал мне в поддержке и помощи. Чтобы поставить памятник на могилу сына, я ходила по окрестным горам, собирая кизил и сдавая его перекупщикам. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok